МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках которого целый день будут проводить мастер-классы, выставки и квесты. Подробности расскажет автор проекта Наталья Попова и фотограф Елена Горбач. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Арт-пикник проходит не впервые в нашем городе. Это площадка, где люди из разных сфер могут показать свои навыки и умения. Мероприятие проводится по инициативе общественной организации РАСТИ. Наталья, расскажите, какая идея этого проекта? У арт-пикника есть несколько идеологий. Изначально, когда мы его придумали, это было желание наполнить парк новыми мероприятиями, совершить такую некую смысловую перезагрузку. А на сегодняшний день, помимо этого, еще есть идея объединения людей. И также это возможность научиться людям делать события своими силами, которые эти события бы меняли дворы, районы, город в целом, и отношения друг с другом, развивая добрососедство. Потому что вот на прошлом арт-пикнике у нас познакомились люди, которые живут в одном подъезде, но они друг друга не знали. Вот на арт-пикнике познакомились. А почему выбрали территорию именно парка Учкуевка? Общественная инициатива «Расти» выросла из инициативной группы по парку Учкуевка. Мы убирали, проводили там 19 субботников за последние полтора года. Много всего делали для парка. И вот так потихонечку, потихонечку. Расскажите, а субботники 7 мая прошел, верно? Да, да, 7 мая мы провели арт-субботник. Мы создали, и в прошлом году проводили арт-субботник. И в этом на этих мероприятиях мы создаем мебель из палет для парка Учкуевка, чтобы потом в дальнейшем можно было проводить разные мероприятия, пользуясь этой мебелью. И вот сейчас мы 7 мая сделали новую порцию мебели. И сейчас наблюдаем, как живет жизнью эта мебель. Мамочки, сообщество. Мамочка уже облюбовала пару лавочек. Сообщество пенсионеров. Пару диванчиков облюбовала. Ребята приходят из соседнего учебного заведения, кушают бутерброды. Ну, здорово. У нас есть видео с арт-субботника. Давайте его посмотрим и продолжим беседу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В видеоролике мы видели афишу арт-пикника. Там указано 52 поляны. За пару дней добавилось несколько площадок. Наталья, расскажите, как стать участником проекта, организатором площадки? Да, у нас, мы думали, будет 52 поляны. И на момент печати афиши было 52. Но на сегодняшний день уже 63 и больше 400 участников. Арт-пикник растет, растет как на дрожжах. Для того, чтобы стать организатором площадки, нужно желание, инициатива, организовать с 11 до 17 пространство. Самый главный посыл — это чему-то научить людей, чтобы, когда приходили гости, они взаимодействовали, они вовлекались в какие-то процессы. Ну, это, в общем-то, самое главное. А каковы правила для организаторов площадок? Да, есть правила. Это обязательно следить за чистотой. Это мы вне религии, вне политики. Нельзя употреблять алкогольные напитки. Ну, в общем-то, наверное, стандартные такие правила для хорошей атмосферы праздника. Елена, вы курируете фотовыставку. Расскажите, какие работы увидят гости мероприятия и как они отбирались? Основная цель, даже не основная цель, а тематика работы у нас — горожане. Кто такие горожане? Это люди, которые возле нас, которые рядом с нами. Кто-то их видит одним взглядом, фотографы их видят слегка другим взглядом. Вот задача фотовыставки — показать, какие мы с вами, какие мы с вами разные люди. Все мы живём в одном городе. Вот Наталья сказала, что люди из одного дома познакомились, друг друга не знали. Кто люди, которые вместе с нами? Приглашены фотографы, например, такие как Катерина Фирюлина, Тереза Шахназарян, которая, кстати, будет читать лекции по… Такое интересное название — «Телефон на фото». Вот приходите обязательно на Поляну бесед, послушайте, что она будет рассказывать. И также приглашены фотоклубы города Севастополя. Конкретно мы сейчас не можем назвать, кто именно будет. Более подробно будет ближе к «Арт-пикнику». А вы впервые принимаете участие в проекте? Я не впервые принимаю участие в проекте. Это уже третий «Арт-пикник». И, в принципе, я третий раз принимаю участие. Пятый. Пятый «Арт-пикник», да. Я просто третий раз принимаю в «Арт-пикнике» участие. Первый раз я была с Натальей вместе с организатором. Аниматором я была, помогала. С детьми праздник устраивала. Второй раз я была тоже куратором фотовыставки. Там был «Я и мой мир», окружение мира, животные. Тоже такие специфичные были фотографии, очень красивые. Также я проводила лекцию по фотографии восприятия личности через фотографию. Вот так она называлась. То есть основная задача была, почему человек выкладывает эти фотографии, определенные фотографии в соцсети. Почему они выбирают именно такой ракурс, такой цвет. И вообще, как человек сам проявляется через фотографию. Какой опыт для себя приобрели его участие в этом проекте? «Арт-пикник» — это колоссальная возможность. Это возможность увидеть новых людей. Это возможность познакомиться с колоссальным творчеством других людей. Это возможность проявиться, вовлекаться, творить, летать, танцевать, увлекаться. И вообще это очень здорово, классно. Это необычно. Я никогда на подобных мероприятиях не присутствовала ранее, до того, как Наталья начала все это организовать. Это волшебное пространство, которое стоит посетить каждому. Наталья, расскажите, какая работа породелана в подготовке «Арт-пикника» и подробнее о площадках, которые будут работать на нем. Да, мероприятие, конечно, в этом году большое. Если по сравнению с прошлым годом, в прошлом году у нас было 14 полян, в этом 63. Вот, «Арт-пикник» растет. Добавились новые поляны, естественно, к примеру, такие, как «Экотранспорт», «Детский лабиринт», «Полоса препятствий» будет более модернизирована, будет разбить средневековый лагерь с рыцарями, катапультами, все это можно будет поучаствовать, обмен растениями, поляна здоровья. Многие поляны добавлены в этом году. И нравится энтузиазм жителей, как они вовлекаются в это все дело, как они учатся организовывать, как, к примеру, сообщество «Мамочек» организует детскую поляну, какие-то там мероприятия, а сообщество подростков запускает змей. В 15.00 будет запуск воздушных змеев. С кем еще взаимодействуете в организации? Взаимодействуем огромное. Хотелось выразить благодарность правительству Севастополя, огромная поддержка в этом году, прям огромное спасибо за это. Также Нахимовскому муниципальному округу и разным-разным некоммерческим организациям общественным, с которыми мы взаимодействуем. У нас в этом году активно поддерживают студенты разных вузов. Они являются волонтерами, будут помогать. Вот вчера была встреча, они вдохновлены. Это тоже им нравится, делать такой вклад в те мероприятия, которые, в общем-то, улучшают наш город, знакомят людей, объединяют. Также запланирован розыгрыш призов. Расскажите о конкурсной программе и условиях участия. Да, у нас на 16 часов задуман бесплатный розыгрыш. Мастера, которые у нас будут ручного рукоделия, можно так сказать, и не только, квест-комнаты разные, конные прогулки, разные развивающие центры, они предоставляют бесплатные сертификаты на посещение тех или иных занятий. И вот эти все призы будут разыгрываться в 16.00. Это будет бесплатный розыгрыш. Билеты будут распространяться тоже бесплатно, но не часть будет просто раздаваться, а часть будет в виде, как это сказать, в конкурсах за активные игры выдаваться своего рода тоже как призы. Кто может принять участие и что для этого нужно? Все, все гости, гости арт-пикника могут принять участие. Время нашей программы завершается. У вас есть возможность пригласить севастопольцев и гостей города принять участие в арт-пикнике. Дорогие севастопольцы, приглашаю вас на арт-пикник 14 мая с 11 до 17.00. Спасибо за вашу деятельность. Думаю, в этом году еще больше людей примут участие в мероприятии и пусть сопутствует хорошая погода в этот день. Про арт-пикник рассказали Наталья Попова и Елена Горбач. Это была программа «В контексте». Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин